Среди русского народа В 18 веке для реализации своих сил Витус Беринг достиг западных берегов Северной Америки. 20 июля 1741 года корабельные священнослужители совершили первое богослужение на новооткрытых землях. Спустя время остро стал вопрос, кто же будет служить в здешних местах? Кто из людей решится направить свой путь в отдаленную и неведомую Америку? Явно этот человек с сильным сердцем и духом, которым являлся преподобный Герман Аляскинский. Мирское имя святого Германа Егор Иванович Попов. Родился Егор Иванович в 1756 году в семье крестьянина Кадамской провинции Воронежской губернии. Воспитывался мальчик благочестивой семьи, где с молоденчества прививалась любовь к вере, Господу и чтению книг. Юный Егор регулярно с благоговениями и трепетом читал Евангелие и добротолюбие. Детство у Егора прошло под сенью Высоцкой Афанасьевой обителью. Спустя время этот монастырь для Егора становится вторым домом. Переломным моментом в жизни Егора можно считать посещение лавры преподобного Сергия Радонежского. Юного паломника в лавре поражало все. И лики чернорийцев, и рассказы об истории обители. И, конечно же, само житие преподобного Сергия, которое вдохновляло юного молитвенника. По благословению родителей, юноша отправился на послушание в Саратовскую пустынь. В кельве тихо и благочестиво Егор совершал бдение перед образом царицы небесной, споручица грешных. А с отцом Варлаамом читал акафисты. В 17 лет Егора забрали в рекруты. Неся службу, юноша занимал должность под канцеляриста Кадамского ведомства. В 1778 году ведомство было упразднено. Тем же, кто не желал далее нести службу, разрешали уйти в монастырь. Егор Иванович поступает на иноческое служение в Саровский монастырь. В марте 1782 году послушник Егор Попов со своим духовником иеромонахом Назарием направляется на восстановление Валаамской обители. Пребывающий на Валааме, Егор Иванович принимает постриг в монахи с именем Герман. Купец Шелехов, основавший пушнины и зверобойные промыслы на Аляске, просит игумена Валаамского монастыря снарядить миссионерское служение в Русской Америке. На что купец получил благословение. На миссионерское служение отправилось восемь монахов Валаамского монастыря. И вот, в сентябре 1794 года воссиял свет православной веры в пределах Северной Америки. Географическим центром служения стал остров Кадьяк. Прибывшие на Кадьяк, миссионеры немедленно занялись обращением в христианство местное население, а также постройка церкви. Спустя время монахи построили вторую церковь и пару походных. Миссионерская проповедь проходила благополучно. Было крещено 7 тысяч американцев и обвенчано более 2 тысяч браков. Особо отмечали миссионеры то благоговение и то стремление коренного населения принять православие. Туземцы даже сжигали свои шаманские одежды. Проповедь отца Германа проходила не только на Кадьике, но и на Олеутских и Элисевских островах. Монах дивился, как туземцы настойчиво просили о крещении. После таинства крещения преподобный Герман столкнулся с тем, как донести до сознания, что значит быть христианином, как передать смысл евангельского учения. Столь сложный вопрос стоял особо остро, потому что причастие переводилось как «кровопитие». И он с этим замечательно справился. Преподобный не имел священнический сан. Он был обычным монахом, поэтому служить литургию не мог. Взамен этого Герман по воскресеньям и по праздникам читал о Леутам Евангелии, пел тропари святым. После вел беседы со своей общиной, а детишкам раздавал хлебцы, которые сам пек. Он считал себя нижайшим слугой здешних народов и нянькой. Старец заботился о нравственном преуспеянии Алиутов. С этой целью для детей-сирот устроено было им училище. Он сам их учил закону Божию и церковному пению. Алиуты и Кривовы под чутким руководством отца Германа создали общину, в которой заботились о сиротах. И все с любовью называли преподобного Германа просто «аппа», что значит «дедушка». Однако смиренная, кроткая душа преподобного Германа Аляскинского искала место для молитвенного уединения. Монашеский подвиг преподобный совершал на острове Еловом. И сюда, к любимому Апи, дедушке, шли христиане за утешением, за советом, за учением о Христе. В 1820 году русскоговорящая Алиутка по имени София прибыла на остров за советом. Нарав у женщины был небогобоязненный, да и образ жизни вела она распутный. Преподобный побеседовал с Софией о Боге, о христианстве, об образе ее жизни. Возвратившись домой, женщина поняла, что такая жизнь несносна, и пошла опять к преподобному. Монах устроил на берегу домик для христианки Алиутки. Во время жительства рядом с отцом Германом, женщина научилась читать и писать. Вскоре София приняла к себе в дом несколько сирот. Под руководством отца Германа девушки занимались земледелием, приучались к трудолюбию. Дом же, построенный преподобным Германом, стал приютом для сирот, о которых заботилась София. Отец Герман защищал своих духовных чад, наставлял их в каждом поступке, в каждом деле. Однажды София с девушками решила поехать на соседний остров за морской капустой. Старец строго сказал не делать этого, но женщины ослушались его и отправились в путь. Девушки достаточно далеко отплыли от берега, как вдруг на море началось волнение. В итоге байдарка наскочила на камень, и одна из послушниц утонула. По возвращению старец позвал Софию к себе и сказал, «Вот что значит прислушание и прикословие». Отныне преподобного старца никто не смело слушаться. Однажды на острове Еловом случилось наводнение. Жители в Веспуге прибежали к старцу. Тогда он вынес икону Божией Матери на отмель и стал молиться. По окончании молитвы, обратясь к присутствующим, сказал, «Не бойтесь, далее этого места, где стоит святая икона, не пойдет вода». Слово старца исполнилось. Еще был интереснейший случай, произошедший с бароном Врангелем. Барон по просьбе старца писал под его диктовку письмо одному митрополиту. Когда окончено и прочитано было письмо, старец поздравил барона с чином адмирала. Изумился барон. Это была для него новость, которая действительно подтвердилась только через долгое время при выезде его в Петербург. Преподобный предвидел и свою кончину. Он велел своему ученику Герасиму зажечь свечи и читать деяния апостолов. Пастырь, ожидавший своей встречи с Богом, улыбнулся и сказал, что Господь продлил его жизнь еще на неделю. Так и было. Спустя неделю преподобный Герман вновь сказал своему ученику читать деяния апостолов при зажженных свечах. Монах улыбнулся, но эта улыбка осталась на его устах навечно. 15 декабря в 1837 году преподобный Герман отошел ко Господу. В этот день жители острова Явовы видели светлый столб, который шел от земли в небо. Многие поняли, что знаменует этот столб и начали возносить молитвы к Господу о новоприставленном монахе Германии. Перед своей кончиной преподобный предсказал, что погребут его без священника. Однако жители острова ослушались учителя и позвали священника. В тот миг, как священнослужитель взошел на корабль, отправлявшийся на остров Яловый, на море разразилась страшная буря. Судно не могло даже выйти с порта. Ученики старца зашли в келью и увидели, что мощи его не тронуты процессом разложения. После увиденного христиане поняли, что необходимо исполнить волю учителя. Как только преподобного Германа похоронили, буря на море стихла. В 1842 году, после кончины преподобного, произошло чудо, также связанное с волнением моря. Епископ Камчатский, Курильский и Алиутский Иннокентий Вениаминов в начале лета отправился на Аляску. На протяжении пяти дней море было спокойным. Плавание по такому морю приносило одно удовольствие. Вдруг пассажиры и бригада почувствовали сильную качку. В течение трех суток судно качало из стороны в сторону между островами Явловы и Кадьяк. Епископ начал возносить молитвы монаху Герману. Не прошло и четверти часа. Как ветер поменял свое направление, сделался попутным. И путешествующие во главе с епископом Иннокентием пришвартовались к островам и отслужили панихиду на могиле монаха Германа. Долгое время преподобный Герман внешним миром был забыт. Лишь в 1952 году были составлены житие и акафи святому Герману. Широкое почитание началось после его канонизации православной церкви в Америке в 1960 году. В 1969 году архимандрит Герасим открыл святые мощи преподобного Германа и положил их в специально построенной небольшой часовне. 9 августа 1970 года, в день памяти святого великомученика и целителя Пантеремону, на острове Якадьяк было совершено прославление старца Германа, жизни и труды которого принадлежат к славным страницам истории русской православной миссии в Северной Америке. Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 1 декабря 1970 года имя преподобного Германа Аляскинского было включено в месяц и слов. Память его празднуется 27 июля. В Русской Православной Церкви Герман Аляскинский был прославлен сонми сибирских святых в 1984 году. Помимо Православной Церкви, преподобного Германа чтут и в Епископальной Церкви США. Преподобный Герман не оставляет без помощи инопутственного слова и наших современников. Например, молодоженов из Америки Лео и Кетлин. Молодая пара, увлекающаяся альпинизмом и скалолазанием, отправилась на Аляску. Маршрут был сложным, поэтому подготовка была соответствующая. Наконец, они начали свое увлекательное, но чрезвычайно трудное восхождение. Поначалу все шло хорошо. Пока через несколько дней, к вечеру, они не постричали на узкой тропе поживого, странно выглядевшего человека в длинном темном одеянии, который двигался в противоположном направлении, спускаясь с вершины горы. Он дружески с ними поздоровался и посоветовал вернуться на базу как можно скорее, объяснив свой совет тем, что погода резко меняется и надвигается сильная буря. И будто в ответ на их невысказанное удивление, откуда он это знает, он объяснил, что он местный и хорошо знает здешний климат. Оставив их в недоумении и даже в тревоге, он продолжил свой путь. Спустя время, пара осознала, что у этого старика не было с собой абсолютно никаких вещей. Кэтлин и Лео это удивило. Спустившись в лагерь, молодожены зашли в кафетерий и на доске объявления увидели фото своего спасителя. Они спросили у официанта, не знаете ли, кто это? Тот им ответил, это православный святой по имени Герман, который жил тут, на Аляске. Это была фотография иконы святого Германа из православного храма неподалеку. После продажи Аляски и ухода туда русских, тем не менее, православие на Аляске сохранилось и по сей день у туземного населения. Сейчас действует Аляскинская епархия православной церкви в Америке, которая объединяет 89 приходов. Почти все духовенство составляют местные уроженцы, выпускники семинарии преподобного Германа Аляскинского в Кадике. И во многих селениях местные жители Аляски с гордостью говорят, что они православные, что в них течет русская кровь и помнят имена православных миссионеров, которые трудились на их земле. Все это, конечно, лишь малый отблеск Святой Руси на этой земле, которая имела счастье, пусть на короткое время, приобщиться к великой православной империи. Продолжайте знакомиться со святыми личностями вместе с нами. Учитесь и перенимайте качество характера у лучших. До встречи в следующем выпуске.